Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. До конца года в Восточно-Казахстанской области больше тысячи малообеспеченных семей и многодетных матерей получат квартиры. Об этом стало известно на встрече Касмжумар Татукаева и Даниила Ахметова. Аким Восточно-Казахстанской области также проинформировал главу государства о запуске завода по переработке маслячных культур мощностью 300 тысяч тонн и рассказал о планах по дальнейшему расширению производства сельхозпродукции. Особое внимание уделили инфраструктурному развитию региона. Кроме того, Аким области доложила о ходе строительства моста через Бухтарминское водохранилище и ремонте автогужевого моста в городе Семеи. Этой осенью в Казахстане отменят масочный режим. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Алексей Цой. Но для этого, по его словам, нужно привить 60% населения. Как это сделали в других странах? Пример глава ведомства приводит США и Израиль. В них уже отменен масочный режим и привито 60% жителей. Таким образом, выработался коллективный иммунитет. По расчетам Минздрава, такого уровня вакцинации наша республика достигнет к сентябрю. Сейчас в стране прививки получили 2 миллиона человек. Это почти каждый десятый житель. Полный курс вакцинации прошли свыше 995 тысяч казахстанцев. Система образования не выдержит еще одного года онлайн-обучения, заявил министр образования Айсхат Аймагамбетов. Он выразил надежду, что следующий год начнется в традиционном формате. Чтобы открыть учебные заведения 1 сентября, необходимо провакцинировать большую часть педагогов. Работа в этом направлении продолжается. В три раза сократился суточный прирост заболеваемости ковидом в Алматы. За минувшие сутки инфицированы 290 человек. Но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации еще рано. Город пока находится в красной зоне. Об этом на онлайн-брифинге сообщил жандарбек Бекшин. По его словам, СПА третьей волны связан в первую очередь с вакцинацией. Прививку на сегодняшний день получили 15% населения. Как только этот показатель достигнет 70%, все ограничения в городе будут сняты, пообещал санитарный врач. Уже сейчас медучреждения, ранее перепрофилированные в ковидные, возвращаются к прежним функциям. Занятость инфекционных коек сейчас составляет чуть больше 31%. Это больница скорой неотложной медицинской помощи, которая в течение 5-6 дней полностью освободится. Также будет освобожден уже первый родильный дом полностью. Там у нас наблюдались и получали, роды производились с ковидным роженицем. Частично освобожден госпитал обороны, министерство обороны. Также освобождается халак-арена. Также освобождается наши привлеченные клиники, как железнодорожная больница. Казахстан обратился к Саудовской Аравии с просьбой упростить правила для паломников. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана. К слову, в этом году из-за пандемии коронавируса совершить хадж смогут только 60 тысяч мусульман. В 2021 году Министерство здравоохранения Саудовской Аравии вело новые требования для паломников. Совершить хадж смогут те иностранцы, кто привит вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Однако в Казахстане этих вакцин нет. Мы отправили запрос с просьбой разрешить паломничество для тех, кто привит другими вакцинами. Председатель Мажелиса встретился со спикером палаты представителей парламента Бельгии. Стороны обсудили активизацию межпарламентского казахстанско-бельгийского диалога и ход модернизации политической системы страны, инициированной главой государства Касымжума Артуром Тукаевым. В ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции, спикер Мажелиса рассказал о расширении диалога между государствами и обществом, а также о совершенствовании казахстанского законодательства в этом направлении. Нурлан Нигматуллин и Ильяна Тилье выразили уверенность, что обмен с законодательным опытом, а также взаимодействие парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов будут содействовать продвижению всестороннего партнерства двух стран. Развитие возобновляемых источников может привести к росту тарифов на электроэнергию, по мнению исполнительного директора Ассоциации «Экожер» Рамазана Жемпиисова. Только в этом случае реализация проекта «Вея» может быть интересной для потенциальных инвесторов. Также, по словам эксперта, при более высоких тарифах появится заинтересованность в экономии электроэнергии. В целом, как отмечают в Экологической Ассоциации, для достижения доли возобновляемых и альтернативных источников энергии до 15% к 2030 году понадобится локализация технологий. Кроме того, развитие «Вея» даст возможность не только сократить парниковые выбросы, но и даст комплексный эффект. В частности, повысит квалификацию специалистов и создаст новые рабочие места. Тарифы нужно увеличивать, иначе нет заинтересованности потребителей экономить энергопотребление. Иначе сокращаются возможности привлечения инвестиций в ту же самую модернизацию, привлечения новых технологий. Сокращается возможность по развитию энергоэффективности, энергосбережения, потому что все вот эти проекты, они становятся просто неокупаемы, когда тарифы низкие. Ну и так далее, и тому подобное. Здесь очень сложный вопрос, конечно. Здесь нужно дополнительное изучение, анализ со стороны экспертов. Мир может достичь температурного предела уже в ближайшие пять лет, а это значит, что страны рискуют не удержать уровень потепления, заявленный в Парижском соглашении. Международное энергетическое агентство призывает страны интенсивнее инвестировать в альтернативные источники энергии. О том, почему это важно, в следующем материале. Человечеству вынесли новое предупреждение. Эксперты Всемирной метеорологической организации подсчитали, что мир может достичь температурного предела уже в ближайшие пять лет. Так существует 40-процентная вероятность того, что ежегодное повышение температуры превысит уровень, установленный Парижским соглашением. А его главная цель – это удержать повышение температуры в этом веке в пределах двух градусов по Цельсию и попытаться снизить этот показатель до полутора градуса. Это еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Повышение температуры выше полутора градусов приведет к усилению волн тепла, сильным ливням, нехватке воды и засухи, большим экономическим потерям и снижению урожайности. Последние 10 лет на Земле считаются самыми жаркими за историю наблюдений. И 2021-й пока имеет все шансы продолжить эту тенденцию. Борьбу с глобальным потеплением и продовольственным кризисом сегодня начали десятки государств. На прошедшем в апреле глобальном климатическом саммите лидеры больше 40 стран дали весьма громкие обещания. США, Канада, Великобритания и другие ответственные за выбросы государства обязались снизить их к 2050 году минимум на 40% по сравнению с 2005. Для этого страны должны инвестировать в альтернативные источники энергии и постепенно отказаться от вложений в нефтяные, газовые и угольные месторождения. А это один из сложнейших вызовов современности, отмечают эксперты Международного энергетического агентства. Спрос на возобновляемые источники энергии увеличился в прошлом году, в то время как на остальные снизился из-за пандемии, из-за приостановки работы предприятий. И это не может не радовать. Но сейчас, когда все снова восстанавливается, очень важно продолжить использовать низкоуглеродную электроэнергию и дальше. Но пока, к сожалению, то, что говорится лидерами стран и то, что делается, не всегда совпадает. Как бы то ни было, и громкие обещания, и уже сам факт того, что большинство стран подписали ключевые климатические документы, говорят о том, что экологические проблемы сегодня заставляют страны объединяться в борьбе с общей бедой, невзирая на геополитические вопросы, а еще призывать к ответственности бизнес. Впервые в истории, к примеру, активистам-экологам удалось через суд заставить крупный энергетический концерн изменить стратегию по выбросам. Речь идет о британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которую суд обязал сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45%, посчитав предложенные компании ограничения недостаточными. Айдана Кребжанова, Амир Хайдаров, Хабар, 24. В горах Северного Теньшаня наступил сезон лесных пожаров, поэтому сейчас чрезвычайные службы города в постоянной готовности. Сегодня на территории Илья-Латаевского национального парка прошли учения, цель которых быстро обнаружить и устранить возгорание. Подробности в репортаже Григорий Абеденк. Илья-Латаевский национальный парк сегодня считается наиболее посещаемым местом в горах Заилийского Латау. А площадь лесов здесь превышает 19 тысяч гектаров. Большая часть территории – труднодоступная местность. Ландшафт крайне сложный. А в некоторые места можно добраться только с помощью авиации. Пожар в горах – это не только бедствие, причиняющее колоссальный ущерб окружающей среде. Это еще и огромная проблема для чрезвычайных служб. Подобные инциденты в Заилийском Латау происходили неоднократно. К примеру, тушение одного из возгораний в Ламарсанском ущелье заняло почти месяц. Поэтому главная здесь, конечно же, профилактика. На сегодняшних учениях Огонь-21 отрабатывалось именно тесное взаимодействие наземных служб и авиации. По сценарию первого возгорания обнаруживает экипаж патрульного самолета. КАС Авиалесоохрана ежедневно проводит мониторинг всей горной системы, вплоть до границы с Киргизией. При поступлении сигнала подразделения ЧАЭС города и бойцов службы спасения поднимают по тревоге. К слову, пожарам в горной местности по умолчанию присваивают наивысший уровень сложности. А затем к тушению подключается авиация. Вертолет КАС Авиаспаса заливает очаг возгорания с помощью бортового ВСУ. Экипаж в трое машины доставляет на место сотрудников служб спасения и РОСО. Все бойцы прошли специальную подготовку по десантированию с большой высоты. Их задача – эвакуировать пострадавших от огня людей. В общей сложности в учениях были задействованы 210 человек, 28 единиц специализированной техники и три воздушных судна. В ходе учения отрабатывались два очага пожара. Один очаг располагался на лесной поляне, второй очаг находился на возвышенности горной местности. По первому очагу пожар был ликвидирован силами национального парка. По второму очагу был привлечен вертолетная группа служб спасения города Алматы и КАС Авиаспаса МЧС РК. По результатам учения оценку можно поставить хорошо. Силы и средства слаженно сработали. С начала мая этого года сотрудники ДЧС Алматы в профилактических целях осуществили 34 рейда в горной местности. К сожалению, гости нацпарка очень активно разводят здесь костры. Было зафиксировано 102 таких случая. 56 человек оштрафовано. Стоит напомнить, что за подобные нарушения на особо охраняемых природных территориях предусмотрены штрафы до 100 мрп. В Туркестанской области продолжаются поиски пропавших туристов. Однако инструктор по альпинизму Тарас Моисеев предполагает, что группа может объявиться уже в ближайшие дни. Молодые люди изначально неправильно рассчитали время прохождения маршрута. Путь, который даже профессионалы проходят за неделю, они пообещали преодолеть всего за три дня. А это нереально, считает альпинист. По его мнению, ребята живы и здоровы. Вероятно, совсем скоро они выйдут на какой-нибудь населенный пункт. Опасность в чем заключается? В том, что они, не рассчитав время маршрута, могли взять с собой мало еды. И если у них кончилась еда, конечно, для них это будет стрессом. Поэтому поиски останавливать нельзя. Надо попытаться найти ребят, чтобы ничего трагического не случилось. Купальный сезон в республике еще не стартовал. Уже почти полсотни человек утонули в Казахстане только с начала этого года. Городские пляжи в стране закрыты. Но, как показывает статистика, казахстанцев это не останавливает. Стихийные места полны отдыхающих. А это приводит к новым трагедиям на воде. Андрей Деменок расскажет. Жамбылская область. Несколько недель столбики термометров здесь не опускаются ниже отметки в 30 градусов. Специализированных пляжей на всех не хватает. Поэтому купаются люди везде, где есть хоть какой-то выход к воде. В одном из таких мест на днях случилась трагедия. Утонул 13-летний подросток. На сегодняшний момент установлено, что они были группой 4 человек. Трое купались, а когда оглянулись, четвертого нету. Он заплывал. Есть одно место, именно со стороны этого, где утонул человек. Это место запрещено, так как является скальное место, полностью камнями покрытое. В Акмолинской области на этой неделе утонули сразу два мальчика. С 6 и 8 лет. Трагедия произошла на глазах у их малолетних братьев. Они позвали на помощь родителей, но было уже поздно. По прибытию к месту отец уже обнаружил, что дети утонули. И самостоятельно 16.55 излез одного ребенка. Второго найти ему не удалось. И в 18.55 минут оперативно-спасательное подразделение города Нушултан было извлечено в тело второго ребенка. А это центральный пляж столицы. На сегодня он закрыт. К слову, таких специализированных мест для купания в целом мегаполисе всего три. Открыть их обещают 1-го числа. Тогда же в городе начнется официально купальный сезон. Но, как показывает практика, попасть на территорию все-таки можно. Закрытые пляжи для жителей столицы не проблема. В городе два десятка стихийных мест для купания. Как результат, только за последние несколько дней в мегаполисе уже утонули два человека. Спасатели уверены, трагедий можно было бы избежать. Достаточно увеличить число официальных пляжей. Конечно же, увеличивать места санкционированные мы планируем. В настоящее время ведется работа по открытию коммунальных пляжей. Сейчас на стадии разработки. Правда, сколько именно пляжей планируется открыть в мегаполисе, и когда именно это произойдет, сказать точно спасатели не могут. По их словам, все будет зависеть от оперативности сотрудников Акимата. Тем временем, согласно официальной статистике, с начала года в стране уже утонули полсотни человек. Практически во всех случаях трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. На территории республики у нас закреплены 469 мест отдыха и купания. Из них 118 – это коммунальные пляжи, а 275 – это частные пляжи. Почти 19 миллионов населения и всего пять сотен специальных мест для купания. По самым скромным подсчетам, на один пляж приходится 38 тысяч казахстанцев. Неудивительно, что люди в поисках свободного места отдыхают там, где это, по сути, запрещено. Андрей Деменок, Асхат Каракойшиев, Хабар, 24. Около 250 дворов Петропавловска нуждаются в детских площадках. Возле одних многоэтажек их нет вообще, возле других игровые комплексы находятся в полуразрушенном состоянии и могут быть травмоопасными. Как развлекается и о чем мечтает городская детвора, узнавала Нургуля Ахметова. Ну и вот как-то так, чтобы баланс получался, и затем раскручивать. Нужно, чтобы люди были примерно одинакового веса. Чтобы прокатиться на этой карусели, нужна сноровка. Местная детвора уже приловчилась. Мальчишки ловко раскручивают аттракцион, стоящий прямо на асфальте. Она вот до этого стояла вон там, и вон, видите, там штырь такой-то вот торчит. И вот она на этом штыре держалась, и потом, когда мы крутились, она отвалилась, и мне на ногу упала. Ну и коробку, даже футбольную ничего. Мы вот в этот трансформатор пинали мяч, чтобы просто поиграть. И городок у нас уже со времен динозавров. Этот двор находится в центре города и объединяет жителей сразу нескольких многоэтажек. Детей тут много, но игровая площадка оставляет желать лучшего. Родители считают ее небезопасной. Она сделана как бы еще очень неудобно, она опасная. И на ней дети постоянно летом падают, они ломают себе руки, ноги. Вот в том году девочка упала все-таки. Она небезопасная, и она уже, как сказать, отжила свою столько лет стоит. Старшая говорила, что подавали заявку, но она очень много лет или рассматривается, или что. И таких дворов в Петропавловске немало. Согласно официальным данным Акимата, город нуждается в 245 игровых площадках. Решить эту проблему планируют за три года. В этом году детские игровые площадки будут установлены на 60 дворах. Для этого выделено 150 миллионов сенге. Каждая площадка стоит 2,5 миллиона. В детскую игровую площадку входит 11 элементов, также песок и ограждения. Очередность на этот год выставлена на официальном сайте городского Акимата. Современные игровые площадки выглядят примерно вот так. В прошлом году такие были установлены в 45 дворах областного центра. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24. Комары стали настоящей достопримечательностью от Ирау. С наступлением лета жители города страдают от надоедливых соседей. В этом году местные власти выделили 126 миллионов сенге на борьбу. Но жители считают эти меры неэффективными. Подробности у моих коллег. В нефтяном городе вот уже несколько недель царит жаркая погода. Люди, соскучившись по солнцу, массово ринулись на улицы. Вслед за ними проснулись и изголодавшиеся комары. От кровососов нет покоя ни днем, ни ночью. Аллергия на укусы здесь уже привычное дело. В этом году очень много комаров. Мы не можем спокойно выйти во двор. Дети не могут гулять, стараются сидеть дома. Вечером вообще невозможно ходить по улице. Жители сел вообще не могут спокойно на улицу выйти. Столько много комаров летает. Когда едешь на работу, обязательно нужно брать с собой специальные средства. Нам говорили, что будут травить комаров. На домах были объявления, но я лично не видел, чтобы хоть кто-то что-то делал. На борьбу с комарами сейчас брошены все силы. 5 бригад, 43 дезинфектора, 8 автомобилей и спецтехника. Но кровососущим, похоже, все ни по чем. Мы травим комаров в подъездах многоэтажных домов и на прилегающих территориях. Кроме того, работа проходит в парках и городских окрестностях. Мы также травим комаров в пригородах и сельской местности. Например, в Дамбе, Кенузик, Хаиршахте, округах Ерканхала. Специалисты успокаивают. Сезонное нашествие кровопийц – нормальное природное явление. Более того, травить их не только бесполезно, но и неэффективно. Они приспосабливаются к яду и становятся только агрессивнее. Но городские власти другого выхода пока не видят и уже потратили на дезинфекцию 26 миллионов. Анна Шолгина, Айгирим Бабиш, Асланбек Шегер, Хабар-24, Атырау. Павлодарцев тоже терроризируют комары. Прогулки по улицам города еще буквально пару недель назад приносили лишь удовольствие. А теперь невыносимые, жалуются жители областного центра. Они лишний раз не выходят из дома. В социальных сетях ежедневно опубликуют видео и фото, связанные с последствиями от укусов. На просторах интернета появился даже специальный хэштег «Искусанный Павлодар». Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто занимается дезинфекцией в городе. В этом году вообще не чувствуется, что наш город обрабатывался от комаров. Они тучами летают, тучами. На дачу вообще невозможно выйти. Мы там выходим в тулупах почти, чтобы нас не кусали. Не знаю, как в этом году травили, не травили, но это ужас. Вон мы все покусанные. С конца прошлой недели в Павлодарской области установились жаркие дни. Сразу, резко, больше 30 градусов, 35, 36, до 37 градусов поднимался термометр. Значит, показывал. И вот именно на эти дни сумма положительных температур на оставшихся лужах, болотах, после разлива Иртыша быстро прогревались эти водоемы. И личинки быстро собрали сумму положительных температур и начали вылетать активно. В Зайсанском районе на востоке страны остановлен падеж скота, сообщили ветеринары региона. Напомню, с жалобой к нашим корреспондентам обратились жители Шеликтинского сельского округа. По официальным данным, погибло больше 120 голов мелкорогатого и 12 голов крупнорогатого скота. Но сами сельчане с такой статистикой не согласны. Как и с тем, что ветеринарные врачи не обнаружили опасной болезни. По предварительным результатам анализов, животные спали от острой нехватки витаминов и минералов у животных. Причиной могли стать истощенные пастбища региона, заявили специалисты. Ситуация стабилизировалась с наступлением лета. Однако жители считают, что падеж остановился временно. И сейчас болезнь уже идет по второму кругу. Нет, конечно, ущерб далеко не 12 голов. Просто остальной падеж официально не зарегистрирован. А так в каждом дворе по 4-5 коров погибло. И о какой слабости скота после зимы идет речь, если у них язвы на слизистых во рту все гниет. Еще и других животных заражают. Проведено клинические исследования, проведено географические и исторические исследования. Показывает то, что основная причина падежа составила нарушение обмена веществ. Предварительное лабораторное исследование биохимического анализа крови показывает, что имеется в десятикратное уменьшение количества кальция, количества фосфора и каротина. Окончательную точку в деле поставят результаты республиканской лаборатории. В случае обнаружения инфекционного заболевания жители получат компенсацию ущерба. Ожидается, что экспертиза будет готова к 1 июня. Другим темам. До 2000 машина скорой помощи с беременной пациенткой опрокинулась в Уральске. Авария произошла днем на пересечении улиц Тюленина и Шолохова. Белая Тойота не пропустила карету скорой помощи, несмотря на включенную сирену. Из-за столкновения машина перевернулась на бок. Беременная пассажирка и фельдшер отделались небольшими ушибами. Женщину доставили в перинатальный центр. Она находится под наблюдением медиков. В ДТП разбираются сотрудники полиции. До 2025 года в Алматинской области построят 109 объектов здравоохранения. Большинство именно в отдаленных населенных пунктах. При этом пятую часть новых больниц и амбулаторий обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году. Об этом рассказала Аким региона Амандык Баталов на отчетной встрече в столице. В ближайшие пять лет в Алматинской области реализуют почти 600 новых проектов. Больше половины из них уже на стадии внедрения. На новых производствах найдут работу свыше 45 тысяч человек. В области наблюдается рост по всем основным социально-экономическим показателям. К примеру, на 15% выросли объемы промышленного производства. На сегодня стабильный рост наблюдается в производстве продуктов питания, напитков, электрооборудования, готовых металлических изделий, фармацептики и в стройиндустрии. К концу года объем промышленной продукции достигнет 1,2 триллиона тенге. Несырьевой экспорт увеличится на 6% до 400 миллионов долларов США. В этом году отремонтируют больше 330 километров дорог областного значения и участки в сотнях населенных пунктах. На это направили больше 30 миллиардов тенге. В следующем году местные власти обещают закончить дороги, ведущие к основным туристическим объектам. Развивается и авиасообщение, чтобы увеличить транспортный поток Волоколь, там ремонтируют аэропорт. Мы разработали проектно-смертную документацию. Он состоит из двух частей. Это на взлетно-посадочную палату 4,7 миллиарда и где-то около 2,5 миллиарда на аэронавигацию, на ограждение территории, на охранную сигнализацию, на освещение, на эксплуатационную дорогу. Еще 2,5 миллиарда тенге выделят из местного бюджета. Презентовать новый аэропорт обещают в мае 2022 года. Вероника Боярова, Хабар, 24. Члены общественного объединения «Бизнесвумен Киезет» призывают население вакцинироваться. По мнению женщин-предпринимателей, массовая иммунизация будет способствовать скорому смягчению карантинных ограничений. А это, в свою очередь, поможет бизнесу вновь заработать в полную силу. «Бизнесвумен Киезет» – организация республиканского масштаба, поддерживающая и развивающая женский бизнес. А, как известно, пандемия отразилась и на женском бизнесе огромными потерями. Руководитель учебного центра Райгуль Серегбаева призывает население вакцинироваться. «Мы работаем с детьми. Я получила вакцину. Я призываю всех вас вакцинироваться ради здоровья наших детей». Работники столичной швейной мастерской – все в основном многодетные матери. В прошлом году они ежедневно шили более 5000 масок, занимались и пошивом халатов для медицинских работников. Они внесли свою лепту против коронавируса. Теперь просят помочь остальных. «Я мама девятерых детей. Меня зовут Утарбаева Алида Турганбаевна. Работаю в отеле. Прошу всех, призываю к вакцинации. Давайте начнем работать. Надо кормить детей». Владельцы объектов общественного питания также поддерживают массовую вакцинацию. Ведь только благодаря ей можно вернуться к прежней жизни. «От имени ресторана «Резабол» призываю всех вакцинироваться. Давайте полноценно откроем двери наших ресторанов, кафе, баров. Нам нужно работать». Бизнес в последнее время благодаря внедрению программы «Ашик» только-только начал вставать на ноги. И чтобы он окреп до допандемийных времен, нужно выработать коллективный иммунитет. А это возможно только благодаря вакцинации. Асхат Ниязов, Хабар, 24. Пять новых принципов государственной политики руководители этнокультурных объединений области обсудили в Караганде. Напомню, их выдвинули на 29-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, где подвели итоги 30-летней работы главной платформы межэтнического согласия. В свою очередь, областная ассамблея резюмировала свои достижения и определила задачи на будущее. Марина Золотарева продолжит тему. Новые тренды требуют новых подходов. Участники встречи обсудили, как сделать работу областной ассамблеи еще эффективней. По словам Ельбасы, сплоченность нации – бренд Казахстана и конкурентное преимущество. На 29-й сессии обозначили пять принципов, на которых будет дальше выстраиваться межэтническая модель. Принцип казахстанского патриотизма, основанного на доверии и взаимодействии между государством и гражданами. Принцип гражданского равноправия, принцип объединяющей роли государственного языка, принцип единства многообразия, принцип постоянной модернизации нации. Нам предстоит принять все необходимые меры, чтобы эти принципы были воплощены в жизнь. Работа ассамблеи не ограничивается сферой только этнических вопросов. В ее деятельности появились новые направления – благотворительность, медиация и общественный контроль. При ассамблее создан Координационный совет молодежи. В прошлом году в Доме дружбы открыли Центр волонтерства. Было проведено несколько таких крупных мероприятий, акции «Мы вместе». И были открыты студенческие клубы «Жаросым» в некоторых вузах нашей области, в медицинском, техническом университете. В период пандемии наши ребята-волонтеры оказывали большую посильную помощь, помогали одиноким пенсионерам, пожилым людям разносили еду. За реализацию государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства 18 руководителям этнокультурных объединений вручили благодарственные письма. Марина Золотарева, Аслан Гемезбаев, Тараганда, Хабар, 24. В Алматы обсуждают феноменальную способность Алихана Букихана создавать особенные тексты. Ученые, лингвисты, журналисты и блогеры собрались сегодня на республиканской научно-теоретической конференции «Языковая личность Алихана Букихана». Государственный общественный деятель, лидер партии Алаш Урда в начале прошлого века был еще и известным публицистом. Он написал более 1 тысячи статей, очерков и заметок, которые по стилю отличались ярким разнообразием. Они касались разных сфер жизни, но по своей сути сводились к его политической идее о независимости казахского народа. Сегодня его публицистическое наследие является национальным интеллектуальным достоянием страны и требует тщательного изучения. Участники конференции пришли к единому мнению, что языковая личность Букихана должна стать темой научных диссертаций. Мероприятие посвящено Дню памяти жертв политических репрессий и 155-летию Алихана Букихана. Продлится оно два дня. Большинство работ за время своей карьеры Алихан Букихан писал на русском языке, а параллельно опубликовал больше 300 статей на родном. Так его идеи были доступнее казахскому народу. И наша задача теперь изучить все его тексты, сделать лингвистический анализ. Какую-то часть трудов публициста планируем выпустить в свет. Зинадин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Об этом говорится на сайте футбольного клуба. Легендарный футболист уже уходил в 2018-м, но в марте 2019-го вернулся обратно. Под его руководством клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат и Суперкубок УИФА. В нынешнем сезоне Реал стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова